Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо! Иисус, спасибо! Господь, спасибо! Спасибо! Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Писание нам дано, эти послания писаны, чтобы мы не грешили, а дальше написано, интересно, чтобы не ошибались, чтобы не делали ошибок этих, чтобы не согрешали, не были беззаконниками. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходаты пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его? Не просто познаем, а познали, да? Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Соблюдают Слово Его, да! Спасибо! Благослови, Господь, этот вечер. Благослови, Господь! Это уже третью часть этого семинара, молитвенного семинара «Друзья церковной реформации». Благодарю Тебя, Господь, здесь, на берегах Невы. Благодарю Тебя за Петра Творения в Санкт-Петербурге, Петрограде, там, где сто лет назад рождалось православное обновленчество. Сегодня, по великой милости своей, Ты позволяешь нам продолжить их благословенный труд. И не просто продолжить, Господи, но неслыханно, невиданно прославить Тебя в нашем поколении, Божием, в начале уже 21-го столетия. Благодарю Тебя за тех отцов, что были тогда первопроходцами, в начале 20-го столетия. Но благодарю Тебя, Господина Жатвы, Хозяина Виноградника, что Ты сегодня высылаешь делателей на Жатву Свою. Потому что Ты сегодня тот же самый, Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, друзья. Добрый вечер всем. Приветствую всех святых. Радоваться. И еще говорю, радоваться. Слава Богу. И сегодня приветствую всех вас именем Господнем. Так, я посмотрю здесь. А, нет, это немного не то. Так, ладно. Друзья, сегодняшний третий вечер я хочу Бога поблагодарить, прославить за все. Знаете, эти дни были такие и есть, в общем-то, такого духовного борения, очень серьезного борения. Потому что, знаете, действительно, ну, диалектика, в конце концов, диалектика. Любое действие вызывает противодействие, да. Реформация, мы знаем, что вызывает, контрреформацию. И, конечно, контрреформация и тогда, сто лет назад и сейчас, не дремлет, как говорится. Да, противостоит враг, всячески противостоит. Вот. И, знаете, нам, но нам не безызвестны его умыслы. Потому что, действительно, все против церкви, направленное, значит, врагом, это сбить церковь с того, что мы называем христосентричностью. Чтобы мы не взирали на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. И чтобы мы не благовествовали, чтобы замолчали. Но мы не будем слушаться врага, да. Аминь. Слава Иисусу Христу. Александр Никитин подключился за свободу. Аминь, аминь, аминь. Лия, да, на привет Санкт-Петербургу. Добрый вечер всем братьям и сестрам. Будем радоваться в Господе. Аминь, аминь. Да, слава Богу. И вот я имею возможность сегодня в Петербурге вновь выходить в эфир. Вот, из Новосибирска Валерий. Фомин приветствует всех. Иви, да, здравствуйте. Слава Богу. В Новосибирске всем святым тоже радоваться. Давно уже не был у вас я. Последний раз, лет 10, наверное, уже, слушайте, давно я в Сибири, матушке, не служил. Но, даст Бог, в этом году послужу таки. Потому что я обычно, вот эти годы последние, я до Урала доезжаю. Южный Урал, Средний Урал, там, на севере даже, но как-то вот за Уральские горы как-то последних 10 лет не переезжаю. Но Господь усмотрит, Господь, да, благословит. Слава Богу. Вот, я знаю, что в земле сибирской много есть благовестников, много есть проповедников. Слава Богу. Земля сибирская богата Евангелием, богата и Дальний Восток тоже, богат проповедующими Евангелия. Я, по милости Господне, в прошлые годы, посещая и Сибирь, и Дальний Восток, я встречался с благовестниками, евангелистами, проповедниками разных конфессий, баптистами, адвентистами, харизматами, писятниками. Там столько много всяких течений конфессий, лютеране, кальвинисты, методисты. Множество разных течений, разных ветвей. И слава Богу, меня что порадовало в сибирском как раз, ну, знакомстве с сибирскими как раз братьями, что не на разделение, а именно на благовестие к общему делу, осознание есть, что призвано к общему делу благовествовать благовествование Христова. Слава Богу. Али, дуя. Вот, и, дорогие друзья, кстати, в Сибири хочу тоже послужить этим семинаром, но в таком ключе именно истории сибирского обновленчества. Я публиковал когда-то газету даже, значит, газету, посвятил я ее как раз именно такой вот, как листовка, как назвать, не знаю даже ее, бюллетень, посвятил как раз именно сибирскому обновленчеству. Ну, где же я печатал-то я ее? Чуть ли не в Новосибирске, или, кстати. Ну, да. Но она быстро разлетелась, там небольшой тираж, где-то тысячи три, где-то, наверное, экземпляров было, и оно быстро там разошлось, разлетелось. Но, по милости Господне, вот, продолжая труд, значит, и в Сибири я, проповедуя, добрым словом вспоминал Петра Блинова, великого, такого, знаете ли, сибирского Мартина Лютера. Сибирский реформатор Петр Блинов, митрополит всея Сибири, реформатор, сто лет назад он поднимал знамя реформации, в 20-е годы уже это было. Я думаю, что вот как раз вот следующий год у нас 20-й год, и в 20-м и в 21-м годах, вот в следующих этих годах надо, и в 22-м тоже, надо как-то в Сибири запланировать семинары, потому что история сибирского обновленчества требует и освещения большего. Вот, и у меня, как у реформатора, обновленца, есть молитва за Сибирь всегда, значит, и я за те регионы молюсь, которые посещал, где проповедовал Слово Божье, где сеялось Слово Божье, и молитвою поливаю эти семена, и молюсь о том, чтобы господин жатвы выслал делателей на жатву свою, жатву этого последнего времени. Слава Богу. Так что, верю, что и в Сибири современных блиновых Петров Господь поднимет, слава Богу. Да, в 30-е годы и Петр Блинов, в 37-м, по-моему, да, и другие реформаторы сибирские были репрессированы, ну, официально расстреляны, вот, и неофициально подвергнуты другим видам казней. Но физически убивая этих героев веры, враг, знаете ли, рано радовался, потому что реформация, это дело не просто Петра Блинова или Мартина Лютера или кого-то еще, Антонина Грановского, не-не-нет, это дело самого Иисуса Христа, самого Господа, который сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Или в другом переводе, мне очень нравится, как буквальном значении с греческого, и врата ада не устоят перед ней, слава Господу, то есть перед Церковью Божьей, то есть Господь изначально, Он, Церковь создавал не как оружие, вот, оборонительное, а как наступательное, как оружие не просто какой-то окопной войны, а оружие победы, победоносное. Спасибо тебе, Господь, и действительно прекрасно, как полки со знаменами, аллилуйя. Да, Эмили, да, шалом из Израиля, шалом всем святым в земле святой в Израиле, молимся за Израиль, вообще я проповедую здесь и здесь в Петербурге, в Москве эти дни, вот, и как раз братьям говорю о молитве тоже за Израиль, молимся за Израиль, вот, и, ну, мы накануне Дня Иерусалима. В этом году, вот, нам предстоит Шаббат, завтра вечером уже встречаем Господний день, да, вот, значит, и в завершение Шаббата, в субботу вечером, первого, получается, ну, да, по нашему, получается, календарю гражданскому, первого июня в этом году вечером, ну, и весь день, конечно, второго июня, мы гуляем, празднуем День Иерусалима. Йом Хирушалаем. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и я очень Богу благодарен за эту честь, вот, быть сегодня, вот, в авангарде православной реформации и вообще реформации христианства, слава Богу. В нашем регионе недоступна функция донатов, очень жаль. Но, вот, под каждым видео, братья и сестры, под каждым видео есть информация, да и в социальных сетях, там набираете архиепископ Сергей Жаулев или в блоге моем. Там подробная информация, как можно участвовать финансово в моем служении Господу, вот. Кстати, если вы в Питере или в Москве, но уже в Москве, потому что я в Питере уже завершаю поездку в этот раз, вот, хотя, как Бог даст. Вот, и если какие-то музыкальные инструменты есть желание и возможность пожертвовать, то слежите со мной, хорошо? Вот, и в Киеве также, в Киеве, вот, и в Украине, в Киеве, что, потому что мы планируем вообще, вот, что касательно прославления, хвалы Господу на разных музыкальных инструментах делать, слава Богу. Вот, и, значит, ну и ваш покорный слуга тоже хочет принять участие в этом, как говорится. А, из Казахстана, из Казахстана кто-то из сестер участвовал уже в моем служении, знаете как, переводили деньги на Яндекс.Кошелек, по-моему, вот, по-моему, Яндекс.Кошелек там можно переводить. Вот, узнайте, есть Яндекс.Кошелек, есть еще там этот, как называется, ой, забыл уже, там уже я не пользовался уже тысячи лет уже. Ну, короче, там есть другие функции всякие там еще, вот. Как же называется? А, вебмани, вспомнил, вебмани. Да, тоже там в Казахстане можно использовать. Ну, вот Яндекс.Кошелек можно переводить, там переводятся в рубли российские автоматические. Да, я проверяю, проверю потом на компьютере, как могу участвовать, Эмили. Да, слава Богу. Вот, но самое главное, ваше участие, друзья, это молитва. Неважно, где вы, в Казахстане, в Израиле, хоть на краю земли. Молитва, знаете, это что-то, это, скажу так, это наше сверхъестественное тайное оружие вообще, слава Богу. Вот, и враг нападает, вот, но мы не просто защищаемся, мы идем в контрнаступление. И поэтому я просто, ну, заклинаю вас всех Господом Иисусом Христом и именем Его Святым. Благовествуйте, не останавливайтесь, благовествуйте благовествование Христово. Проповедуйте Евангелие Царства Божьего. Молитесь в духе, молитесь умом, молитесь духом, слава Богу. Это действительно огромное благословение для тела Христова, для Церкви Божьей. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной, благословен ты, Бог наш, отныне и вовек. Благословен Господь. Благодарю тебя, как здесь в послании Иоанна, ты вдохновил написать, что мы именем ходатая Иисуса Христа, праведника, пред тобой, пред Отцом нашим. Слава тебе. Благослови Господь. Благослови народ свой миром. Благослови всех нас во имя Иисуса. Аллилуйя. Друзья, говоря о друзьях церковной реформации, к столетию, которого я, в общем-то, замыслил в Питере здесь как раз говорить, я и в общении с христианами тоже об этом говорю здесь, но как раз вот, используя возможность, выхожу в эфир тоже с этой темой же. Но хочу напомнить о пионере вообще православного реформаторского движения в целом, мирового, я имею в виду, уровня. Не просто российского или украинского, или какого еще, а именно мирового православного уровня. Потому что есть такой термин, как бы, да, мировое православие. Есть православие, там, украинское, российское православие, там, грузинское, молдовское, там, другое православие, разные православия, да, как бы, разные, как бы, даже особенности порой национальные. Но есть понятие мировое православие. Так вот, касательно мирового православия, хочу добрым словом вспомнить героя веры, Патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл Лукарис. Это конец 16-го столетия, начало уже 17-го столетия. Да, конец 16-го, начало 17-го столетия. Это греческий патриарх, который был патриархом Александрийским и всей Африки, а потом патриархом Константинопольским, патриархом Вселенским. И там, в Стамбуле, в бывшем Константинополе, через 100 лет после Лютера, даже раньше чуть, он поднял знамя реформации. Слава Богу. Так что его вот эта работа, она действительно стала уникальной. Я имею в виду изданное им сочинение, называется «Восточное исповедание христианской веры». К сожалению, издание, которое было сделано на русском языке, оно в таком каком-то не очень удачном переводе было сделано, очень тяжелым. И термины, требующие сегодня разъяснения просто. Вот поэтому, друзья, я хочу издать уже у нас в Киеве, в нашей Киевской архиепископии как раз, издать хочу это «Восточное исповедание» тоже, христианской веры. Есть еще, Эмили пишет, золотая корона. А, золотой корона, кстати, с Киева. Сейчас идет конфликт, война вот такая, да, противостояние такое, да, Россия-Украина. Но, несмотря на это, вот с нашей церкви, вот Марина, наша Диакониса, она мне делала перевод как-то в прошлом году, да, как раз через золотую корону, кстати, да. Они там собрали пожертвования, как раз поддержали нашу семью тогда. Вот через золотую корону они делали перевод. Значит, по-моему, так это было. Сейчас могу забыть уже. Ну, название точно, золотая корона название. Запоминаемое такое название. Для участия, кто хочет, нужно иметь личные данные и все. Да, вот я давал личные данные, вот, значит, поэтому пишите, там, вайбер, ватсап, и я там указываю телефон мой, фамилии, имя, отчество, вот, значит, и, пожалуйста, можно получать. Вот, но, слава Богу. И молитесь, молитесь о финансовом обеспечении. Вот, хочу в августе месяце уже у нас в церкви издать и на русском языке, и украинскую мовую. Я посмотрел в сети, я не нашел ничего, к сожалению, украинской мовы. Надо сделать перевод, такой требуется, такой проект, да, как говорят, перевод на украинский язык, потому что издание это, я думаю, станет большим благословением для Украины. Вот, я написал такое, как бы, предисловие и разъяснение к этому изданию. Так вот, ну ладно, я не буду так много об этом говорить, я кратко скажу самое важное, самое основное следующее, что в этой книге своей, Восточное исповедание христианской веры, патриарх Кирилл Лукарис, в 1632 году он заявил очень важные вещи. Возврат к авторитету Писания, к авторитету Библии, как Слову Божьему. Знаменитый Соло-скриптура. Многие почитают сегодня, что это, как бы, Лютерова новация, это Лютерова изобретение. На самом деле, дамы и господа, братья и сестры, задолго до Лютера, задолго, 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 это уже было известно в христианстве. В частности, Антиохийская школа богословия знаменитая, Восточная, Православная, да, Антиохийская школа богословия, еще конец 4-го, начало 5-го столетия, да, вот как раз вот на рубеже, да, ну, если точнее, начало 5-го столетия, да, уже, провозглашался тот же самый принцип Соло-скриптура, только Писание. Вот, и если Иерусалимская школа богословия, соседствующая, да, с ней, она держалась такого, как бы, и предания, и писания, как бы, и писания, и, с другой стороны, вот такие мистические толкования. А Александрийская, она вообще ушла в такое мистическое такое толкование, аллегории всевозможные, к сожалению. Но, как говорится, Пшат никто не отменял. Никто не отменял буквальное понимание Писания, буквальное значение Писания. Вот, и поэтому антиохийцев, вот, 5-го столетия школу богословия антиохийскую, ну, самым, там, знаменитым в 5-м веке представителем антиохийской школы богословия был патриарх Иоанн Антиохийский, который в календаре есть православным, да, его имя в нашем календаре есть он. Вот, и это тот самый патриарх, который противостоял ереси, там, богородичной и вообще вот этой многобожией этому в начале 5-го столетия и был председателем каноничного Третьего Вселенского Собора 431 года. Я имею в виду не 22-го июня, а 26-го, который был июня. Вот, потому что, ну, это отдельно, ладно, я в лекциях по истории христианства, в семинарах я об этом подробнее рассказываю, но я хочу напомнить вам следующее, как бы, что вот эта знаменитая сова-скриптура, что задолго до Мартина Лютера, за 11 столетий до него провозглашался тот же самый принцип на Востоке, но, к сожалению, впоследствии оно стало забыто. Но, друзья, патриарх Кирилл Лукарис уже в начале 17-го столетия заявил о возвращении к этому принципу. Аминь. Только слово комментирует по, там, да, одним словом, только Писание. Есть, как бы, в реформации, как таковой, есть несколько вот этих только, только вера, да, только Христос, только Богу слава, но, конечно, самое такое запоминаемое, это только Писание. Потому что это, как бы, отправная точка, вообще, всех рассуждений реформаторов начала 16-го столетия. И в начале 17-го столетия это стало отправной точкой для рассуждения патриарха Кирилла Лукариса. Вот. И таких пара моментов, очень важных. Александр Никитин пишет здесь, помолиться за лагерь христианский для инвалидов на колясках ДЦП незрячий, который в Виннице в июне месяце. Ага. Да, благоставляем, да, молимся, хорошо, помолимся. На утренней молитве как раз вот помолимся тоже об этом. Слава Богу. Аминь. Шалом, Сережа, шалом, Иночка, шалом всем. Приветствую свою супругу драгоценную, детишек наших, внуков наших, всех наших приветствую. Слава Богу. Помолимся, да, Эмири говорит, тоже помолимся. Слава Богу. Поддержим, да, поддержим по ним в молитвах. Обязательно. Слава Богу. Господь да благословит. В Виннице, кстати, я давно уже не был. Одно время там проповедовал я в разных церквях. У нас в Винницкой области там служение. В Иленцах. В Иленцах. Василь Пылып, он там трудится. Кстати, в этот раз я с ним не общался, не виделся. Но, да с Бог, уже пообщаемся. Завтра утром я с вами на молитве. Да, только одно, только но. Завтра в 6 утра я уже буду в дороге. Возможно, скорее всего. Точно не знаю, возможно, уже буду в дороге. Поэтому, если получится, я подключусь. Если буду уже в дороге, а я списался с Блаблакар, значит, я путешествую так попутно часто, Блаблачорч называю. Вот, и как раз я уже буду в это время, даст Бог, в дороге. Но, ничего, даже если нет онлайн, да, главное в духе, в одном духе. Вот, и тогда уже следующее включение сделаем уже там, где там, как получится уже. Вот, буду стараться, буду стараться в 6 утра выходить в эфир. Вот, а завтра утром, ну, я буду на молитву рано вставать, там, в 3 часа уже, 4 часа. Я думаю, трансляции не стоит делать, потому что, ну, все еще спят еще. Хотя, хотя в Сибири уже не спят, в Сибири уже в это время уже, уже утро, кстати. Вот, на Дальнем Востоке уже утро хорошее такое уже, да. Да, да, хранит вас Господь в дороге, да, спасибо огромное, благодарю вас, благодарю, слава Богу. Спасибо за молитвы, за ваше участие, да, слава Богу. Так вот, пару моментов хочу указать. Муж стоит в 4 утра. А, кстати, в Израиле то же самое время, да, что и сейчас в Москве, и в Киеве, по-моему, то же самое время, насколько я вот, ну, помню сейчас, в 4 утра. Привет всей семье, да, да, и как супругу вашего зовут, напишите тоже. Привет всей семье вашей, благ, здоровья от Иисуса, как у вас хватает сил ездить, слава Богу. Аллилуйя, слава Богу, да, Господь укрепляет, Господь укрепляет, потому что, на самом деле, я по-человечески уже не в состоянии был бы так путешествовать, знаете ли, вот, но по милости Господней, вот, Бог дает, вот, и самое главное, стремление к этому, потому что Алексей, да, Алексей и Эмили, да, благоставляю вашу семью, вас, вот, благоставляю всех святых, вот, надеюсь, осенью таки увидимся, слава Богу, будем узнавать, там, по поводу билетов, всего, слава Богу. Да, и знаете, друзья, хочу пару моментов, очень важных сейчас для вас вспомнить. Дело в том, что в начале 17-го столетия патриарх Кирилл Лукарис несколько очень важных принципов, революционных для православия, выразил. И первое, это вот то самое знаменитое, соло-скриптура, которое уже к началу 17-го столетия, казалось бы, уже окончательно забыто в православии. Да нет, слава Богу, нашелся таких муж Божий, который помнил об этом и вспомнил, и всему православному миру указал. Да, недолго была реформация, тогда, в начале 17-го столетия, и патриарха Кирилла, знаете ли, казнили его, да, его репрессировали, по приказу султана Турецкого в 1638 году его казнили, да, но то, что он высказал, то, что он сделал, это пережило века, и это и сегодня актуально. Слава Богу. Надеемся увидеть вас. Да. Аллилуйя, слава Богу. Вот, и знаете, друзья, что еще, кроме соло-скриптура? Вот как раз то, что я читал в начале самом сегодняшнего вечера, 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 2 глава, да, вот, здесь, где указано, что мы имеем, в конце 1 стиха написано, 1 Иоанна, 2 глава, конец 1 стиха, мы имеем ходаты пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Ходаты пред Отцом Иисуса Христа Праведника, дамы и господа, братья и сестры. Вот как раз патриарх Кирилл Укарис об этом-то и стал говорить тогда, в начале 17-го столетия, что хотя у нас множество, ну, по традиции такой православной, множество ходатайев-посредников к Богу, как бы это унизительно, это позорно, конечно, что многобожие в таких вульгарных формах по сей день процветают у нас в православии, но он, патриарх Кирилл Укарис, очень хорошо сказал тогда, что действительно, что нам нужно вернуться, по сути, к тому, от чего мы отпали, что един Бог написан, помните 1 Тимофею, послание апостола Павла, да, вот 1 Тимофею 2.5, там говорится, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». «Предавший себя для искупления всех». Это уже начало 6-го стиха. Первый посланник Тимофею, напоминаю, 2 глава, 5 и начало 6-го стиха. Рассказывается об уникальности личности Иисуса, как ходатая посредника. Вообще весь Новый Завет, дамы и господа, братья и сестры, весь Новый Завет говорит нам об уникальности личности Иисуса, как единственного и неповторимого ходатая посредника, первосвященника Нового Завета. И было пару раз такие курьезные случаи, такие, знаете, трагикомичные даже случаи, скажу так, когда я говаривал об этом как раз некоторым традиционным православным священникам, и в ответ слышал, ну, не буду говорить некоторые неприличные вещи, но в числе прочего так, что вот, мол, Павел написал, и это как бы нечто как раз невразумительное, вот, значит, как бы, что и он мог где-то неточным быть, знаете ли, но я возразил как? Во-первых, я как возражал и возражаю, что, во-первых, это не просто Павлово послание, я не согласен с постановкой вопроса, я не согласен с постановкой такой вопроса, потому что я верю, что Павла вдохновлял Бог, да, он, Бог нас всех вдохновляет, но здесь послание каноничное, я верю, что действительно Павла вдохновлял Бог в этот момент, и послание это его, не просто Павла послание, ну, да, мы пишем для удобства, для понимания, как бы, для, ну, де юре, да, послание, значит, апостола Павла, но по совести, если положу руку на сердце говорить, то это не послание Павла, ну, как бы через Павла, точнее сказать, данное послание, Духа Святаго, послание самого Господа Иисуса Христа, можно так сказать, потому что здесь вдохновителем является Бог, понимаете ли, а Павел является лишь орудием праведности, он является лишь, вот, как сказать, тем, через кого это было передано, и, допустим, вот я читаю сейчас послание соборной Иоанна Богослова, да, я понимаю, что это Иоанн записал, да, и кому честь, тому честь, я понимаю, что Иоанн, да, великий муж Божий, слава Богу, наш брат потрудился, да, во славу Господа, но возлюбленный, при всем уважении к Иоанну, я думаю, что Иоанн совершенно не против, он только за, что действительно не его это послание, по сути, я думаю, он осознавал это даже в момент написания этого послания, ну, или же, по крайней мере, уже в завершении этого послания, он понимал, что это послание не его, по сути, оно через него было дано, но это послание самого Бога, поэтому я верю, что все писание Богу дохновено. Да, Эмили пишет тоже, да, меня всегда удивляло, как священнослужители не видели разницу, что в писании написано и что они учили, ой, знаете ли, многие видят, но лицемерят или с фигой в кармане, как один батюшка говорил, к мощам поклонялся, мощам в Москве, ну, уже покойный уже, да, значит, да, значит, и этот священник, вот, отец Георгий был такой, значит, да, и он, значит, я спрашивал, ну, как же так вот, значит, вы поклонялись мощам, ну, а что делать, говорит, с волками жить, говорит, по волчьей выйти, говорит, ну, я, говорит, фигу в кармане сложил, говорит, когда целовал мощь, там все священнослужители подходили, он тоже подходил, вот, значит, ну, частяков это был, отец Георгий, очень хороший священник был, но, опять-таки, часть этой системы, он так и не вышел, я все надеялся, что он выйдет из этой системы религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, он прекрасно понимал, он говорил пожестче моего, но только среди своих, только вот так вот, где-то так, публично не выступая об этом, как другой священник в этом же храме, отец Александр, на эту тему как раз беседовали, он сказал так, Борисов, я имею в виду, Александр, он сказал так, знаешь, говорит, отец, я, говорит, хочу умереть своей смертью, говорит, вот, ну, он сделал свой выбор, он так и остался в традиционном православии, ну, ладно, хорошо, но фига в кармане, это не оружие против дьявола, дамы и господа, вот, нет, Слово Божье, истина Господня, вот оружие против врага, тайна благочестия, Бог явился во плоти Иисуса, ли, пишет, да, аминь, так, есть, все Писание, Бог вдохновенно, Александр, да, Антипов подтверждает нам, да, из Писаний, и я про святые мощи, ли, пишет, и святым, которым надо молиться, да, это религиозный оккультизм, дамы и господа, братья и сестры, это религиозный оккультизм, почитание святых мощей, так называемых, человеческих трупов, останков человеческих, я о мощах много рассказывал в прежние годы, и даст Бог, и продолжим, я, как говорил у себя в церкви, не раз уже у себя в церкви, в Киеве, я говорил так, что доколе останется хотя бы одна заблудшая душа православная, которая почитает мощи, целует останки человеческие, знаете ли, я буду говорить об этом, я буду говорить, потому что на мне есть эта обязанность говорить об этом, потому что, знаете ли, Бог призвал меня к этому, потому что я сам выходец из этой среды, я сам знаю, что это такое, какая-то грязь, какая-то мерзость, я это прекрасно все знаю, и поэтому, знаете ли, я, в общем-то, стараюсь как раз людям и говорить эту правду Божью. Так, Александр Никитин пишет, да, я ездил на служение, как миссионер проповедовал в Липовец, возле Ильинцов, а рядом, а потом наши трое братьев из Винницы поехали в Ильинцы, а Саша, они там в доме частном, домашняя группа, да. У нас тоже там собрание богослужения, у нас нет там храма в Ильинцах, у нас тоже собрание проходит в виде формате домашнего общения, но не только, а также еще и в больнице служение, и, ну да, в больничное служение тоже, это Василь Пылык, он проводит служение там, слушали Ильин и пишут, спасибо, да, дамы и господа, братья и сестры, вот, и что очень важно отметить, в начале 17-го столетия, патриарх Кирилл Укарис, хочу вам напомнить об этом, я об этом говорил уже и еще расскажу, что он, во-первых, обратил внимание православного священства и православного народа к Библии, как к авторитету вероучительному, не просто целовать ее, не просто лобызать ее, от этого мало ума, от этого мало толка и вообще никакого по совести-то. Знаете ли, да, на литургии красиво, конечно, да, когда там Евангелие выносят, там, да, торжественно поют, там, премудрость прости и торжественно там было, потом, значит, когда читается из Слова Божьего, там, значит, читается торжественно, потом совершается еле помазание, красиво это, ну, что есть, то есть, красиво. Это, кстати, взято было с синагогального служения и служения храма Иерусалимского, то есть, это с еврейской традиции древней взято было, и если вы попадете, допустим, в синагогу на традиционную еврейскую литургию, то вы ахнете. Зная православную литургию, вы просто ахнете. Я так и сделал, я сказал, ах, когда впервые попал на традиционную еврейскую литургию, я понял, ну, как бы я понимал это умом и раньше, но здесь я, для меня, как для художника, визуально было увидеть это наглядно лучше, но лучше всего, потому что я наглядно увидел, откуда у нас в православии то или то, или третье, или пятое, или десятое. Вот буквально, да, литургия сама, она была скопирована некогда отцами-основателями литургии, да, Иоанн Златоусты, Василий Великий, Григорий Богослов, синагогального служения, служения синагоги еврейской, а второе, это элементы храмового служения, Иерусалимского храма, да, но, к сожалению, да, те же самые целования, там, ну, да, ну, хлебозрелищ, либо, говорит, ну, да, Лиет, ну, в принципе, да, но я не против хлеба и зрелищ, нет, пусть это будет зрелищно, кому-то нравится так, кому-то сяк нравится, нет проблем, и вообще литургия очень красива православная, честно говоря, так очень красива, мне очень нравится, мне очень нравятся еврейские литургии, вот, я ее полюбил очень сильно, очень красивой, да, но при всем уважении, при всем желании, Знаете ли, есть все-таки евангельская простота. И мне очень нравится, как старцы говорили, древние, в православии, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот, слышали, наверное, уже такой, да, нет? Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Ну, приписывают это еще Васиану Патрикееву, Косому там и, значит, Нилу Сорскому, Заволжским старцам еще эти высказывания. То же самое, там у них, там есть несколько высказываний таких потрясающих, я их в семинарах часто одно время вспоминал. Храм не из бревен, они говорили, а храм из ребер. То есть, живой человек, да, храм Божий. А еще говорили они, что, как же там, а, храм Божий обшит кожей. Слава Богу. Так что, да. Вот, ну, это давно еще было, это еще какой там, 15 век там, 15 век. Да, все дети Божьи и не против, это младенчество. Знаете, друзья, самое главное, чтобы проставлялся Господь, чтобы в центре внимания был сам Господь, наш Спаситель. Вот, для церкви это архиважно, это спасительно для церкви. Христоцентричность, дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные. Христоцентричность. Вот, потому что, если теряем эту христоцентричность, если из поля зрения уходит Иисус, то все, пиши пропало. Не спасет тогда ничто. Никакая литургия, никакая красота. Нет. Все-таки будет отстроен третий храм. Он уже строится, дамы и господа. Не верьте тем. Сейчас на ютубе я смотрел, кстати, надо будет записать тоже об этом видео, потому что я смотрю, там выставляют такие пугалки. Вот третий храм в Иерусалиме построится, там что. Но знаете, на самом деле третий храм это церковь Бога Живаго. Столб и утверждение истины. Почитайте послание Павлова, допустим. Павел пишет Коринфянам, первое послание Коринфянам. В 11 стихе он пишет, что никто не может положить другого основания, говорит, кроме положенного, то есть фундамент этого храма третьего. Это сам Иисус Христос. А дальше он пишет в 16 стихе. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? И весь Новый Завет как раз говорит нам о третьем храме Божьем, который есть тело Машиаха, тело Мессии, тело Иисуса Христа. Это есть как из живых клеточек тело Иисуса Христа состоит из нас верующих. Из живых камней на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, весь этот храм святой в Господе созидается уже два тысячелетия. Поэтому те, кто пытаются пугать нас третьим храмом, опоздали как минимум почти на два тысячелетия, а именно на 1989 лет опоздали. Потому что уже на протяжении тысячи, девятьсот, восьмидесяти девяти лет созидается церковь Бога Живаго. И основанием, фундаментом стал тот самый камень драгоценный, который отвергли в свое время строители на свою беду, но который стал главою угла. От Господа было это, и это дивно в очах наших. Аминь, аминь, да. Мы храм Духа Святаго. Но для ортодоксальных иудеев Новый Завет не указ. Неважно, кому указ, кому не указ. Для многих людей, не только для ортодоксальных иудеев, для многих людей разных религий, разных традиций, Новый Завет вообще никак не указ. Знаете ли, и для атеистов вообще вера в Бога как таковая, это абсурд. Но знаете ли, несмотря на все это, церковь созидается, храм Божий созидается, строится. Вот. И да, ортодоксальные иудеи еще в IV веке пробовали возродить храм во времена Юлиана Аступника. Исторический факт. Но пламя вырывалось из-под земли, и стройка была вынуждена прекратиться. В общем-то, потому что Бог показал, что храм Божий на самом-то деле, он уже стоит. И когда Машиах, он на кресте умирал, когда Христос, он разрывал свое сердце за нас, и он умер, восклицая, свершилось, то завеса в храме разорвалась, которая символизировала плоть Машиаха, его сердце, разорванное за нас. И за наши грехи, беззаконие, и завеса в храме разорвалась. Огромнейшая завеса. Из прессованных кож, шириной в ладонь. Физически разорвать такую завесу невозможно, дамы и господа. В те времена это, ну, можно сказать, инопланетная технология. Разорвать такую завесу сверху, донизу, да невозможно вообще. Из кож, из прессованных кож, я напоминаю, завеса делалась, потому что часто то в фильмах, то на иконах, то на картинах рисуют такую просто легкую занавесочку, чуть ли не тюль какую-то вешают в храме. Но это все чисто фэнтези режиссеров и художников, иконописцев, прочее. На самом деле Библия говорит нам о завесе, которая делалась из прессованных кож, и Талмуд это подтверждает. Среди ортодоксальных евреев тоже есть такие, с которыми спала пелена, да, удалилось уже сообщение. Но я общаюсь, да, тоже с ортодоксальными иудеями, безусловно общаюсь и общался вот с теми, кто, ну, кого можно назвать даже тайным верующим, будем так говорить. То есть ортодоксальные, но, знаете ли, как вот некоторые батюшки у нас тоже, вроде как бы там на своей волне, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, поют, значит, там, святые такие-то, молите Бога о нас. А сами между собой вот общаемся, когда прекрасно все понимают, что все это ерунда вообще на постном масле, что яйца выеденного не стоит, все это мракобесие. На самом деле лишь один Господь, все. Только один Господь, все. Вот, но, к сожалению, часто в жизни людей играет большую роль не истина библейская, евангельская, не Бог, Его любовь, а мамона, похоть отчей, гордость житейская и прочее. А вы, батюшка, ну, я что, я уже вышел уже из традиционного православия, давным-давно уже, ну, как, уже больше 20 лет уже я являюсь реформатором, уже вышел из РПЦ, МП, вот, и ничего общего с ними не имею, с этой бандой в рясах с поногими крестами на груди, но внутри волки хищные, чаще всего такие товарищи, да. Придет Христос второй раз, третьего не дано, хотя число три, божественный наш Господь воскрес на третий день и Господь наш Триединый, пишет Александр в своем размышлении таком. Вот, слава Богу. Ну, да, пожалуйста, как вам обращаться, пастор или батюшка? Да, в принципе, как, что не поп, то и батюшка, как говорят, да. Вот, значит, кстати, как ко мне обращаться? Даже я сам порой в тупике, когда спрашивают, кто отец Сергий, кто батюшка, кто пастор Сергей, кто там. В моей церкви меня часто называют просто пастор Сергей, там, официально там владыка Сергий, там, значит, пишут, но я не знаю. Брат Сергей, мне нравились, как писятники меня там в Украине, кстати, в Виннице, по-моему, вот, ну как, объявляли, да, вот, наш брат, отец Сергей, слава Богу. Александр пишет, да, значит, ожесточение в Израиле произошло ради нас. Тоже верно, тоже об этом писание говорит, хотя есть разные, ну, тоже, как бы, и переводы, и разные комментарии, разные понимания. Но, по большому счету, как ни крути, но действительно, через вот те события ожесточения, которые произошло тогда, 2000 лет назад, оно так или иначе содействовало вот открытию дверей для благовествования всем народом. Потому что к моменту прихода Машеха, к Рождеству Христа, ко времени Рождества Христа, к сожалению, значит, вот, ну, ладно, это уже другая тема немного. Было немного не так, как надо, одним словом, ладно. Александр, ожесточение в Израиле, да, ради нас пишет, да, слава Богу. Хорошо, друзья, братья и сестры, синодальный перевод, да, в Загорске, и здесь, в Ленинграде тогда, в семинарии православные, я тогда, в 87-м, в 88-м годах, слышал по поводу синодального перевода. Сильно дальний перевод, так они говорили, семинаристы. Особенно после лекций, кто у нас был? А, Януарий, Отец Януарий, вот так грознили, Отец Януарий. А так, Отец Януарий, он как раз греческий Новый Завет, как раз вот именно греческий текст разбирал, оригинальный текст Нового Завета. И там такие вещи были, которые просто, ну, скажу так, что я понимал, что переводчики синодальные, они действительно сильно-дально порой перевели, очень далеко от оригинального текста. Ну, вот хотя бы даже вот я уже сегодня упомянул один из таких, не просто досадных, а одно из стратегических заблуждений как раз переводчиков тогдашних, 19-го столетия перевода синодального. Матфея знаменитая, 16-18, да, где в синодальном, сильно дальнем переводе говорится, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. На самом деле говорится совсем по-другому. На самом деле говорится, я создам, созидаю свою церковь, и врата ада не устоят перед ней. Не устоят перед ней. То есть, не оборонительная война, дамы и господа, ни в коем разе, не об этом шла речь, абсолютно. Из-за непонимания этого вопроса очень много, будем договорить, ошибок христиане делают. Наше оружие – наступление. Если мы переходим в оборонительную позицию, мы проигрываем. Церковь Божья всегда проигрывает, когда приступает к обороне. Наша задача – наступать. И каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человека – это еще как будто бы одна пять земли, отвоеванную в царство тьмы, и перешедшая в царство света. Поэтому, братья, сестры, о вы напоминающие о Господе, не умолкайте, наступайте, наступайте и наступайте. Несите свет, Божий брат Сергий, благословенный, да, пишет Лидия, да, слава Богу, спасибо огромное. Да, добрый вечер, а перед тем написано, спасибо, что включаете свет в этом мире своими семинарами. Да, где можно найти правильный перевод? Вообще, это очень… Кстати, примерно такой же вопрос задавали мы в 87-м году, здесь в семинаре, в Ленинграде, отцу и ануарию. Примерно такой же вопрос задавали. Я сейчас не помню, кстати, как он отвечал-то. Ну, типа того, что нигде нет правильного перевода, в общем-то, потому что, знаете ли, все-таки, как ни переводи, но в этом плане даже мусульмане в чем-то правы, когда они говорят о переводе не Корана, а перевод смысла в Корана, они говорят так. Поэтому, да, перевод смысла возможен в Библии, но не перевод как таковой вообще. Поэтому использую обычно переводы разные. Но в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, в наш век информатики, век интернета, для нас все карты в руки, для нас все открыто теперь. На свои гаджеты, на компьютеры свои обязательно, настоятельно рекомендую всем, скачивайте разные переводы и, в частности, скачивайте, значит, Библию с номерами Стронга. Они разные, есть издания, там разные платные, бесплатные разные варианты с номерами Стронга, где как раз оригинальный текст, в общем-то, и исследуется. Англоязычную Библию, да, кстати, очень хороший вариант. Английские многие переводы, они по смыслу более глубокие, особенно, так называемый, расширенный перевод Библии вообще, английский. Поэтому для англоязычных верующих вообще, ну, скажу, особенная благодать вообще. Если такая благодать вообще для всех сегодня в распространении Писания, то англоязычным верующим вдвойне просто, благодать на благодать просто. Да, исследуйте Писание, Александр пишет. Как вас приняли в Питере? Ну, боятся меня здесь в Питере, как огня. Вот, к сожалению, даже многие вчерашние друзья боятся даже руку подать, боятся приглашать, потому что смотрят как на Чернова, потому что меня здесь судили три года назад за Слово Божье. Вот, и теперь я евангелист-рецидивист, вот, даже в церквях боятся мне слово дать, пригласить, вот, к сожалению. Но ничего, я прихожу, я благоставляю, вот, и понимаю, что люди, ну, скажу так, боязливые люди, ну, свои интересы, вот, знаете ли, ну, мне проще в чем-то рассуждать, знаете ли, как вот одна сестра сравнила, есть разные конфессии, динаминации, это как партии политические, фракции разные, допустим, в парламенте, а есть вне фракций, как бы, самостоятельно такие, как бы, депутаты, как бы, там, или кто там у нас там. Вот, и вот я вне всяких фракций, и мне в чем-то проще, конечно, потому что, даже если и порядочный человек, но каждая фракция, каждая динаминация, конфессия, юрисдикция, она диктует свои условия, свои правила игры определенные. И очень часто это бессовестные правила, ну, почти всегда. Не важно, это православие, или протестантизм, или католицизм, не важно. Любая конфессия, любая организация, она насилует совесть человеческую. Вот, поэтому я, с одной стороны, я за, конечно, конфессии, динаминации, я за структуризацию определенную. Сам являюсь архиепископом, да, нашего такого объединения. Но я, вот наши священники порой до сих пор в шоке. Знаете ли, когда мы общаемся, я говорю, я первый противник жесткой структуризации. Хотя я и епископ являюсь, и архиепископ, но я против построения этой вертикали и власти. Я за власть Господа, вся власть Иисусу. Наши предки писали, вся власть советом. Пришло время нам писать, вся власть Иисусу. Аминь. Мы христиане, христовы, аминь. Прибудем во Христе, аминь, аминь, аминь. Тоже, да. Некоторые православные миссионеры используют 16-18 и этим пытаются сломить протестантов, утверждая, что она и есть та церковь. Но это вообще, ну это глупость. Вот такие горе-миссионеры, значит, они просто рассчитывают на, ну как сказать, необразованность. То же самое, допустим, есть более примитивный еще подход. Вот. Это еще хотя бы как-то умно смотрится, хотя бы, значит, использование 16-18 Матфея в таком утверждении. Как-то еще можно это как-то, ну принять как-то, проглотить это все. Но есть вообще такие примеры миссионерства православного, которые ни в какие ворота вообще не идут. Но самое интересное, чем ложь она примитивней, тем она как-то живучей. Вот не знаю. Чем ложь она, ну глупее как-то, да, тем она более воспринимается сознанием народным, ну как бы естественней как-то. Я удивился даже. Вот. И примеров. Я просто был сельским священником некоторые годы, традиционным православным священнослужителем в русской православной церкви, московского патриархата, частью которой я являлся до самого 96-го года. И знаете, для меня было удивительно, как вот такие, ну сейчас я понимаю, это нечистоплотные священники. Они прекрасно понимали, что это ложь, но утверждали. Примеров десятки. Ну самый такой примитивный пример, самый простой пример. Бабушкам так вот мозги промывали. Вот в Писании говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет креститься, да, и каждый раз акцент делался вот на крестном знамении. Вот кто не будет веровать и креститься, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А бабушки верят. И не просто бабушки, там порой люди с высшим образованием и верят. Ой-ой-ой. Мракобесие. Знаете ли, вот и это ложь всевозможная. Хотя, сами же священники прекрасно понимают, что это, ну, совершенно недостойно. Используют такие приемы, но используют. Используют. За милую душу используют. Вот. Ладно, друзья. Я против деноминации, либо христианин, либо нет. Не, ну, любая организация, два-три человека собралась, уже деноминация. Уже определенная деноминация. Но самое главное, чтобы наши интересы, даже если мы двое-трое собрались, да, во имя Иисуса, и вот мы являемся такой конфессией, деноминацией, там, юрисдикцией, там, прочее. Вот, даже если мы так не называемся, допустим, к примеру, некоторые церкви, вот, в Америке называются неденоминационной церкви, но они все равно, два-три человека, это уже деноминация уже, это уже конфессия уже. Вот, но самое главное, чтобы наши деноминационные вот эти вот интересы, они не влияли на нашу совесть, на наше решение, на наше хождение с Богом, пред Богом. Чтобы мы осознавали, каждый из нас, даже если нас трое собралось во имя Господне, да, и мы молимся вместе, собираемся, рассуждаем над Словом Божьим, самое главное, чтобы даже мнение других братьев, вот, двух, или, там, даже одного, чтобы оно не было, вот, диктующим условия пред тобою, отношения с Богом, и чтобы ты осознавал персональную ответственность перед Богом, непрестанную, это очень важно, архиважно, друзья. Да, слава Богу, пожалуйста, можно еще, да, как вы относитесь к доктрине процветания, особенно в контексте, изложенной ее Песятнинскими церквями, это, это отдельная тема вообще, и за, и против, потому что любое учение можно извратить, знаете ли, есть крайности в любом учении, есть библейское учение процветания, библейское учение процветания, даже у меня, вот, сегодня, допустим, только сухарики, да, вот, и, там, салатик был, допустим, значит, там, и просто вода, и все, и я благодарен Богу за то, что имею, я процветаю, я процветаю, и даже, если у меня ничего нет, только сухарики и салатик, значит, там, и вода, я не завидую тем, кто, у кого там, может быть, дом полно заколдого скота, я не считаю их процветанием, даже если миллиарды у человека, допустим, да, и у него, там, яхты, пароходы и все прочее, но если он не имеет мира с Богом, он не процветает, он не процветает, на самом деле, он в проклятии, вот, поэтому учение процветания, есть библейское учение процветания, просто быть благочестивым и довольным, это, вот, учение процветания библейское, а есть человеческие понимания, и еще очень важно, даже не то, что писятники, есть много очень уважаемых проповедников в писятничестве, есть очень много уважаемых проповедников в разных конфессиях, знаете ли, много очень встречаю искренних людей в разных конфессиях, независимо от того, какой церкви, важно еще и национальное какое-то мировоззрение, мировоззрение определенное, тоже важно, ну, тоже очень важно, главное, время уже идет тоже, да, Мартин Людер сказал, что спасение вне церкви возможно, вне Христа невозможно, ну, Христос и есть церковь, поэтому с Людером и согласен, и не согласен, вот, вне Христа, даже если это и называется церковью, то это не церковь, а там, где для меня Христос это церковь, церковь это Христос, все, для меня это понятие неразделимое, это его тело, тело Иисуса Христа, поэтому с Людером, я читал его эти изречения, я понимаю, что он перегибал палку в полемике такой, но, как бы, не согласен, церковь меня это укрепляет, церковь это Христос, напоминаю еще раз, да, пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призовет на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Благословляю всех вас, братья и сестры, до встречи и на земле, и на небесах. Слава Господу, мир всем вам.